Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Тяжелое наследие договоров 1920 года. Конец. Османы. На Западной Армении рядом с армянами Арцаха. В Арцахе уже отремонтировано более 300 зданий. Последняя суббота сентября будет отмечаться как День национальных меньшинств в Республике Армения. Принятие ответственности Баку за массовое убийство армян является предварительным условием мира МИД Арцаха. Лавров обсудил с главой МИД Армении реализацию договоренностей от 11 января. Красная форель в Западной Армении под угрозой исчезновения. Подписанный в 1920 году союзниками сербский договор для демонтажа Османской империи до сих пор хранит воспоминания в Турции. Сто лет спустя она остается воплощением западных колониальных амбиций. После Версаля, где был подписан Парижский мирный договор, официально положивший конец Первой мировой войне, еще одно место сыграло ключевую роль в реорганизации мира – Север. Победившие державы и представители султана Махмеда VI встретились там в 1920 году, чтобы запечатлеть судьбу Османской империи и разделить Ближний Восток на зоны британского и французского влияния. Генерал Мустафа Кемаль и национальные силы оттеснили иностранные армии, которые хотели разделить турецкую территорию, используя договор. Несмотря на то, что договор так и не был ратифицирован, он все же оставил в турецком сознании настолько глубокое впечатление, что известен как синдром Севера. «Это кристаллизирует все страхи заговора, которые мы видим сегодня в Турции», – говорит ближневосточный журналист Даниэль Герлах. С помощью многочисленных архивных изображений и рассказов нескольких историков, фильм анализирует текущие последствия для Ближнего Востока соглашения, случившиеся в начале прошлого века. Анимированные карты и выдержки из выступлений лидеров пунктуализируют эту богатую расшифровку, которая позволяет лучше понять текущую напряженность в стране во главе с Раджипа Птайпом Эрдоганом и его соседями. Тяжелое наследие договора в 1920-й год, конец Османской империи, будет доступен в бесплатном стриминге в течение нескольких дней после его трансляции на Арте. Война, развязанная Азербайджаном против Арцаха 27 сентября 2020 года, наряду с принесенной с ней трагедией, поставила вопрос о дебортации тысяч наших соотечественников. Многие были вынуждены покинуть родину, большое количество вынужденных переселенцев из Гадрудского района вынуждено было обосноваться в городе Степанакер. Столкнувшись с рядом бытовых социальных проблем, наши соотечественники из разных уголков мира, в том числе и из Франции, оказывают помощь нуждающимся арцахцам. Среди таких патриотов Самуил Джулиан и Паруир Шоумян. Они при поддержке правительства Западной Армении направили собранные вместе деньги на помощь Арцаху. Мы официальные представители Западной Армении приветствуем инициативу Самуила Джулиана и Паруира Шоумяна и призываем других наших соотечественников участвовать в этой патриотической инициативе. Если вы хотите поддержать пострадавшие семьи Арцаха, можете сделать пожертвование на указанный банковский счет. Свыше 300 объектов восстановлено на территории Арцаха благодаря гуманитарной помощи из России, сообщает МЧС РФ. Специалисты МЧС России совместно с представителями Министерства градостроительства Арцаха продолжают проверки жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. С использованием строительных материалов, доставленных в качестве гум-помощи, из России уже восстановлено более 300 объектов. В работе находятся еще свыше 450 объектов, говорится в сообщении. Отмечается, что в четверг специалисты ведомства посетили 10 объектов, на которых ведутся работы. Основную часть объектов составляют частные дома. К работам привлечены свыше 90 местных строительных организаций, из которых более 50 в Степанакерте. Напоминаем, что огромное количество гражданских построек было разрушено или повреждено в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, но на сегодняшний день реальный размер ущерба не оценен. Правительство Армении на заседании 14 января одобрило законопроект о внесении изменений в закон о праздниках и днях памяти. Законопроектом предлагается отмечать последнюю субботу сентября как День национальных меньшинств Республики Армения. Не должны ли и другие государства применять такой же политический подход не только к празднованию Дня национальных меньшинств, но и к коренным народам данной страны? К сожалению, нам приходится констатировать, что часто права коренных народов ущемляются или вообще не соблюдаются. Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило заявление в связи с 31 годовщиной армянских погромов в городе Баку. Выдержка из заявлений МИД Арцаха 13 января 1990 года – одна из самых трагических дат в истории армянского народа. В этот день в столице Азербайджана в Баку начались массовые погромы армян, ставшие апогеем целенаправленной политики азербайджанских властей по уничтожению армянского населения, бывшей Азербайджанской ССР и его изгнанию со своих исторических земель и мест постоянного проживания, начало которой положила резня армян Сумгаити и феврале 1988 года. Бакинские погромы стали одними из самых кровавых массовых преступлений против армянского населения в череде погромов, депортаций, этнических чисток и других преступлений против человечности, осуществленных в Азербайджане. В период с 1988 по 1991 годы армянское население, бывшее Азербайджанской ССР, было полностью депортировано и лишились своего автохтомного населения Северный Арцах, Ганзак и целый ряд других территорий. В результате около полумиллиона армян стали беженцами, тысячи погибли. Человеконенавистническая и геноцидальная политика Баку по отношению к армянскому народу продолжилась и после распада СССР. В 1992-1994 годах, в частности при оккупации Шаумянского и Мартакерского районов в селе Марага Республики Арцах, большинство жителей которого было жестоко истреблено. Главы МИД Армении и России Раев Азиан и Сергей Лавров провели в среду 13 января телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что министры иностранных дел двух стран обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на московском саммите лидеров Армении России и Азербайджана 11 января, а также ряд актуальных вопросов в двусторонней и региональной повестке дня. Напомним, по итогам встречи было принято совместное заявление, предусматривающее разблокировку сухопутного и железнодорожного сообщения. Район Нурду с провинцией Вангюрпнар в Западной Армении считается последним местом, в реках которого до сих пор обитает красная форель. Красная форель является одним из важнейших генетических ресурсов рыб, обитающих в реках региона Нурдус. Из-за опасности исчезновения ее вылов запрещен в течение всего года. Чрезвычайное браконьерство и разрушение рек являются причиной опасности исчезновения. Известно, что 12 лет назад в этом регионе рыба была 25-30 сантиметров в длину, большое количество. Но сегодня мы увидим, что их количество уменьшается, а самая большая длина достигает 10 сантиметров. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение ансамбля «Маратук». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok